Последняя пятница этого лета подходит к концу. Какой она была, я Михаил Меньшанин и мои коллеги рассказываем в автографе дня. Здравствуйте. Дома вместо полигона. Станция Шиес сменила земельный статус. Маски и перчатки обязательны, но не для всех. Как будут проходить линейки школьников 1 сентября? Купить книгу, встретиться с автором и побывать на лекциях известных писателей стартовал книжный фестиваль «Белый июнь». Его продукцию знают в 75 странах мира. Гиганту российской и мировой промышленности Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату сегодня исполняется в 80 лет. Но в начале первые заявки на получение статуса резидента арктической зоны поступили от двух компаний Архангельской области. Это дает возможность предприятиям, которые планируют вложить в свое дело не менее 1 миллиона рублей, получить налоговые льготы и неналоговые преференции для своего бизнеса в Арктике. Я хотел бы перечислить ряд этих льгот. Это налоговая ставка на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет. Снижение до нуля ставки налога на прибыль, которая зачисляется в бюджетах, субъектах. Региональная власть вправе снизить до нуля и налоги на имущество, и на землю. Но это их право, не обязан. Заявки на получение статуса резидента отправили компании по организации производства термодревесины о показании услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов. И они будут не последними. У нас на сегодняшний день уже в разработке 25 потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций больше 150 миллиардов рублей при возможности создания больше 3,5 тысяч рабочих мест. Это для нас крайне важно. Подать заявку на статус резидента арктической зоны можно через специальный сайт. В личном кабинете «Инвестор» при поддержке сотрудников институтов развития полностью готовит пакет документов и затем в 10-дневный срок становится резидентом арктической зоны России. Поручения Александра Цибульского по ШИСу начали выполнять. Территория около ЖД-станции, это 300 гектаров, потеряла статус земли промышленности. И скоро там можно будет строить дома или дачи, но никаких полигонов. Вам и на самом деле им надо окончательно поверить, что проект ШИС закрыт. На встрече с жителями Ленского района название ЖД-станции звучало, что неудивительно, часто. К Александру Цибульскому поступила просьба территорию, примыкающую к ШИСу, сделать землями населенных пунктов, чтобы исключить там строительство любых промышленных объектов. Инициативу в Рио губернатора услышал, тут же дав поручение областному Министерству строительства и архитектуры. Лично при всех вам даю поручение начать процедуру внесения изменений в генеральный план, чтобы ни у кого не было сомнений. Решение принято сегодня на заседании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области. Участки в районе станции ШИС около 300 гектаров из категории земли промышленности переведут в статус землями населенных пунктов. Будет объявлен конкурс на проведение проектных работ по внесению изменений в генеральный план. И я думаю, что при соблюдении всех процедур к мае месяце мы должны будем утвердить уже непосредственно сам генеральный план. Принятое решение, как отметили на комиссии, соответствует запросу населения Урдома и исключает какую-либо возможность размещения полигона твердых бытовых отходов на этой территории. Побывав на ШИСе, Александр Цибульский темпами рекультивации остался недоволен. Власти намерены вести претензионную работу с технопарком. Компания должна завершить первый этап до конца года. Артемий Заварзин, Регион 29. В архангельских школах торжественной линейки в День знаний будут разрешены только для первых и одиннадцатых классов и только там, где есть открытые площадки. Присутствие родителей станет возможным только при наличии масок, а вот на уроках учителям и ученикам носить их будет не обязательно. При этом во многих школах количество учащихся во вторую смену с 1 сентября увеличится. Мы однозначно знаем, что это будет больше 25 учреждений, потому что в прошлом году у нас именно было это количество школ. С учетом того, что мы должны развести потоки и образовательный процесс сделать безопасным, количество школ у нас увеличится. Теперь будет классная система, за каждым классом будут закреплены кабинеты. То, что касается предметов химии, физики, кабинеты технологии, они будут использоваться по прямому назначению всеми детьми, но с учетом условий обработки после каждого класса. Термометрия и другие меры предосторожности обязательны. Отдых в рекреациях, на переменах и питание в столовых также будут раздельными. Для некоторых классов возможно даже питание в кабинетах. Обязательное тестирование учителей перед 1 сентября проводиться не будет, а карантин пока предусмотрен, только если в одном классе зафиксируют три подтвержденных случая COVID-19. В этом году региональный материнский капитал в Архангельской области вырос в два раза с 50 до 105 тысяч. И тысячи же семей уже смогли им воспользоваться. На что можно потратить деньги, узнал Алексей Макеев. Я занимаюсь обслуживанием линий электропередач. Жена у меня. Работает в комитете попаления имущества. Сын на садике работает. Иди сюда. Семья Кузнецовых уже третий год строит дом в деревне с несемейным названием «Одиночка». Четыре месяца назад у пятилетнего Андрея появилось два брата. А к материнскому капиталу от государства прибавился и региональный. Он положен при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. У нашего регионального материнского капитала есть одно очень хорошее достоинство. И далеко не в каждом регионе материнский капитал региона носит нецелевой характер. То есть мы не привязываем эту выплату к каким-то конкретным направлениям расходов. Например, улучшение жилищных условий или оплата образования ребенка. То есть семьи могут распорядиться деньгами по своему усмотрению. Роман и Вика установили в новом доме систему отопления. Самый раз, можно сказать. Только-только. Там 105 тысяч века. Да, чтобы нанять специалиста. Нанимали, да. Купить материал. Соответственно, самый раз и попутил. В этом году в Архангельской области уже больше тысячи семей воспользовались региональным материнский капиталом. Как руководитель фракции ЛДПР я стал одним из авторов данного закона. Там вообще такой был очень широкий закон и помощь семьям с детьми не только многодетным. Но вот в части многодетных мы увеличили так называемый региональный материнский капитал. Напомню, что он не индексировался с 2012 года и составлял 50 тысяч рублей. Сейчас уже с 2020 года он составляет 105 тысяч рублей. Что очень важно. Не надо подтверждать свой доход и так далее. Это очень, на мой взгляд, очень правильно и важно. Мы всегда в ЛДПР выступали против этой адресности. За время действия закона в нашей области уже выдано больше 14 тысяч сертификатов. Чтобы получить статус многодетной семьи, написал заявление на льготы для многодетных. И предложили еще и написать заявление. Документы супруги Кузнецова подали в июле. А уже к осени в новом доме стало теплее. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Александр Гольников. Регион 29. Больше сотни домов Архангельска до сих пор остаются без горячей воды. Хотя появиться она должна была у всего города еще до 26 августа. Но теплоэнергетики не уложились в сроки. По ремонту участков сетей, где в ходе гидравлических испытаний нашли дефекты. Один из таких на пересечении проспекта Обводный канал и улицы Гагарина. Ремонтные работы там завершили только вчера. Горячая вода сегодня появилась в квартирах жителей 60 домов Октябрьского округа. Ведутся работы на теплотрассе в районе пересечения проспекта Московской улицы Галушина. Работы должны сегодня быть завершены. Соответственно, начнется запитка системы. И горячее водоснабжение завтра еще должно появиться где-то в районе 90 адресов. Оставшиеся дома подключат к горячему водоснабжению до 31 августа. Это порядка 20 адресов в Соломбале, Майской горке и центральной части города. Дороги сделали, но не забыли ли про гарантию? Глава Архангельска сегодня осмотрел трассы, которые в прошлом сезоне закатывались в новый асфальт. Особое внимание к Воскресенской и Новгородскому, где без дефектов не обошлось. Итоги ревизии у Артемия Заварзина. Участок больше километра. От Вологодской до Свободы. Освобождение Новгородского от дорожной разрухи произошло в прошлом году в рамках нацпроекта. Гарантия 4 года. Вопросы, которые были к асфальту, провалы, выкрашивание дорожного покрытия решены. Некритичные, но все же замечания есть. Записывайте, точно так же капитан, в соответствии с плавом водоустройства, восстановление территориальной зоны. Пешеходы, завидев главу Архангельска, спешат с идеями. Житель одного из домов на Новгородском попросил сделать зебру на проспекте рядом с новостройкой, чтобы не идти в обход. Это нисколько неудобно, сколько опасно. Основной трафик проходит не там, где сделаны пешеходные линии, где зебра нарисована, а вот между новым жилым домом 149 и 145. По этой стороне как раз находится школа. Дорогу на Карла-Липнихта обновили два года назад. В этом выявили несколько дефектов. Где-то асфальт разрушен, где-то выбоины. Вернет должный вид участкам подрядчик до 1 сентября. Но жителей волнуют не дефекты даже, а недоведенная до ума планировка пространства. Где-то парковочный карман сделан в полном объеме, он стоит сухой и чистый. А напротив такой же точно парковочный карман засыпан щебнем, почему-то не сделан и, соответственно, люди не очень понимают, почему паркуясь там, он выходит спокойно или она на сухой асфальт, а здесь в лужу. Нет логики. Городские власти вместе с подрядчиком будут решать вопросы. Не осталось их во время осмотра Воскресенской. Все помарки компания, проводившая ремонт, устранила по гарантии. Она будет действовать еще два года. Артемий Заварзин, Регион 29. Жители Архангельской области продолжают пропадать в лесу. Статистика неутешительная. За лето без вести потерялись 9 человек. Двое погибли. Спасатели уже 36 раз проводили поисковые операции в лесу. Этот грибной сезон начался рано и до сих пор продолжается. Чтобы тихая охота не обернулась в ЧП, стоит помнить элементарные правила. Рекомендую с собой брать несколько вещей. Обязательно. Во-первых, прогноз погоды. В любой момент у нас осень сейчас наступает, начинаются дожди. Поэтому необходимо брать курточку с пропиткой. Одевать, конечно, желательно яркие вещи. Видите, на мне яркая куртка. Если у вас нет ярких вещей, у каждого автомобиля есть жилетка. Она практически ничего не весит. Она яркая. Грибы в этом случае от вас никуда не убегут. Они не боятся этой яркой. Ягоды тоже. Лишний раз дикий зверь к вам не подойдет. Спасателям будет легче вас увидеть. И когда вы едете в какой-то небольшой компании, вы друг друга видите в лесу гораздо лучше. Также нужно обязательно сообщить родным или друзьям, куда вы пошли и когда планируете вернуться. С собой взять заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, фонарик. Обязательно запас воды, продуктов и лекарства. Если принимаете его постоянно. И главное, никакой паники. Именно она не дает здравомыслить в трудной ситуации. Встречи с известными писателями, презентации книг, круглые столы и дискуссии о литературе. Это все о книжном фестивале «Белый июнь», который стартовал в Архангельске. Подробности после рекламы. Благосклонность небесной канцелярии плюс мастерство рук хозяйки равно успешный дачный сезон. Правильность этой формулы уже не раз проверила любовь Кремлева. Поистине, кремлевский размах на ее плантации. Тут и дружные ряды кустов клубники, и зеленый лук уже просится на стол. Дополняет все аромат цветов. Лицо любого дачника – это его участок. Все должно быть красиво, уютно и комфортно, чтобы всем нравилось. Такой красотой грех не поделиться с другими. Шанс показать всем свой садовый участок дает совместная акция областной газеты «Правда Севера» и торгового комплекса «Мега». Мы хотим провести конкурс, чтобы как-то поощрить наших читателей и дать им возможность проявить и себя. Поэтому наша газета очень бы хотела быть ближе и к даче, и к людям, и к нашим читателям. Принять участие в фотобитве крайне просто. Присылать не менее двух фотографий своего участка по адресу город Архангельск, проспект Троицкий, 52, офис 1308, или на электронную почту портал собакаправдосевера.ру с пометкой на конкурс. Победители получат поистине ценные призы торгового комплекса «Мега». Сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей. С их помощью победители и призеры смогут воплотить в жизнь на своем участке самые грандиозные планы. Подробную информацию о конкурсе «Лучший садовый участок-2020» можно узнать по телефону 8 902 703 93 03. В чайно-кофейной лавке «Самовар» подарочные наборы и чайные букеты к 1 сентября. Предвкушение ярких красок осени и тепло летнего настроения под аккомпанемент неповторимых вкусов. В Архангельске продолжается археологическая разведка на стройке жилого комплекса «Риверпарк». Напомним, в этом году рядом со стройплощадкой обнаружены останки старинного монастыря. Сейчас их изучают специалисты Российской академии наук. За их работой наблюдал Александр Богданович. Рука археологов прикоснулась к земле на этом участке еще весной этого года. Группа «Аквилон» по собственной инициативе заключила соглашение с Институтом археологии Российской академии наук. Это необходимо, чтобы соблюсти все требования закона. Логично, чтобы что-то построить на земле, нужно понять, не хранит ли она какие-нибудь тайны. Пока что работа еще в полном разгаре. Когда закончим, пока неизвестно. Трудно сказать. Много очень нюансов рабочего порядка. Но, по сути дела, стены, они остались от основания стен деревянных. Вот мы сейчас пока аккумулируем работу именно на них. То есть изучаем культурный слой, конструкции от оснований стен. Берем спилы дерева на дендрохронологический анализ. В принципе, собираем находки и так далее. Между застройщиками и археологами налажен диалог. Строительство жилого комплекса «Риверпарк» идет по графику. Задержек нет. На данный момент идет возведение второго этажа. А параллельно со строительством археологи исследуют находки. На наш взгляд, самое важное здесь, это, во-первых, то, что мы сумели организовать взаимодействие с археологами, с профессионалами. Во-вторых, то, что действительно были сделаны серьезные достаточно археологи для архангельско-археологические находки. И, наверное, в третьем, в том, что, собственно, эти раскопки подтвердили предыдущие исследования, которые говорят о том, что основная территория Михаила Архангельского монастыря, в том числе фундамент Михаила Архангельского собора, находятся за пределами стройплощадки, они находятся дальше к железнодорожной насыпи. Сейчас группа «Аквилон» заключила соглашение с администрацией города о благоустройстве не только территории Риверпарка, но и участка набережной Северной Двины до ЖД-насыпи. Возможно, уже в ближайшем будущем здесь появится новый зеленый парк, где свое место найдут и археологические находки, а значит, на одно место туристического притяжения в столице области станет больше. Александр Богданович, Евгений Зыков, Ольга Красулина, Регион 29. Есть предприятия, которыми мы гордимся, даже если сами не имеем к ним отношения, потому что они поистине народные, являются частью истории и области, и страны. Именно таким предприятием можно назвать Архангельский ЦБК. Комбинату сегодня 80 лет, и сейчас мы расскажем о том, какой путь прошел АЦБК от союзной стройки до лидера отрасли. История строительства АЦБК отмечена печатью предвоенного СССР, индустриализация экономики, стахановское движение, политические репрессии и труд заключенных. Комбинат был запущен в 1940-м. Параллельно застраивался и рабочий поселок, позже ставший Новодвинском. Обе стройки связало имя Климента Ворошилова, тогда еще наркома обороны Советского Союза. В его честь назвали и комбинат, и новый населенный пункт – Ворошиловский. Спустя 80 лет имя партийного и военного деятеля осталось в истории, а вот связь промышленного гиганта и города только укрепилась. Новодвинск и АЦБК – это неразрывные понятия. У нас общая история. Это совместные люди, которые строили город и строили комбинат. Это сегодняшняя наша жизнь, которая невозможна без участия АЦБК. В годы Великой Отечественной войны на мощностях комбината, кроме бумаги, создавались компоненты для изготовления бездымного пороха, гранат и даже лыж. В послевоенные годы проходит первая модернизация, совершенствуются очистительные сооружения и способы утилизации отходов. Процесс продолжается и по сей день. Это предприятие – лидер по социальной и, что самое важное, экологической политике. Я могу сказать, что порядка трех миллиардов рублей инвестировано как раз в переоборудованную и модернизацию производства с точки зрения снижения ущерба экологической среде. На сегодняшний день в мировой экономике и в любом регионе это очень важный показатель. В 60-е годы начинается выпуск новых видов продукции. В частности, тех самых ученических тетрадей, с которыми ходят в школу уже несколько поколений. К концу десятилетия запущено производство картона. Техническое совершенствование комбината с тех пор набирает обороты. Руководители предприятия смотрят далеко вперед. В ближайшее время будет произведена газификация предприятия. Стоимость перехода на газ проект оценивается в порядка 6 миллиардов рублей и должен быть реализован до 2029 года. Но любая техника бесполезна, если нет специалистов, умеющих на ней работать. Инженерные кадры для АЦБК на протяжении всей истории ковали АЛТИ, АГТУ и вот уже 10 лет как САФУ. На АЦБК действует филиал кафедры целелозно-бумажного производства. Соответственно, у наших студентов есть уникальная возможность учиться у производственников, набираться опыта. С другой стороны, представители АЦБК у нас обучаются на программах магистратуры, аспирантуры, защищают кандидатские диссертации. В 1981 году на комбинате была сварена миллионная тонна целлюлозы. Тогда же АЦБК получает высшую государственную награду СССР – Орден Ленина. За 80 лет своей истории у Архангельской ЦБК пережил разные этапы своего развития. Были взлеты, но были и падения. Сегодня Архангельская ЦБК входит в число предприятий, которыми кородится не только Архангельская область, но и вся Россия. С развалом СССР и переходом на рыночную экономику АЦБК становится акционерным обществом. Позже крупный пакет акций собирает группа компаний «Титан». В тяжелые для страны 90-е годы предприятие продолжает развиваться, становится одним из крупнейших в России по объемам реализации продукции. Это одно из самых важнейших предприятий Архангельской области. Это один из самых крупнейших налогоплательщиков Архангельской области. Группа компаний делает все, что оно должно делать на территории той, где живет и работает, где работают сотрудники этих предприятий. А ЦБК сейчас – это еще один из крупнейших работодателей региона. В его цехах трудятся почти 4 тысячи человек. А продукцию комбината знают в более чем 75 странах мира. Сегодня масса архангелогородцев работает и на АЦБК, да и вообще в группе компаний «Титан». И масса проектов, которые реализуются и в сфере благоустройства, и в сфере образования, в сфере культуры мы взаимодействуем с АЦБК. Сегодня АЦБК – это лидер социальной и экологической политики. Только за прошлый год в эту часть предприятие вложило около 3 миллиардов рублей. Инвестиции в развитие и в человека на этом крепком фундаменте гигант отрасли стоит уже 80 лет. Вернее сказать, еще только 80. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Евгений Зыков, Регион 29. Уже в эту субботу, 29 августа, Новодвинск зажжется разноцветными огнями. Город отметит свой день рождения. Этот праздник всегда совпадает с днем рождения Архангельского ЦБК. Основные торжества пройдут на Комсомольской площади. Они начнутся в 11 часов 30 минут традиционным честованием почетных жителей Новодвинска и тех, кто отличился на производстве Архангельского ЦБК. А далее развлекательная программа. Организаторы уверяют, занятия по душе для себя найдет каждый, кто придет на праздник. В 13 часов театрализованное представление город Бумажников. В это же время параллельно работают еще несколько площадок. За доской почета в аллее состоится традиционный конкурс росписи фанерный парк. В 12 часов начинает свою работу арт-территория Архангельского ЦБК «Бумага-арт». Еще одной точкой притяжения в этот день станет сцена в парке за зданием городского культурного центра. Там с 12 до 17 пройдут различные концертные программы с участием новодвинских артистов и приглашенных артистов. И в 17 часов мы снова возвращаемся на Комсомольскую площадь. В это время здесь сочнется народный концерт «Гуляй Новодвинск». В 18 часов состоится финал конкурса красоты и грации «Краса Новодвинска». Завершится праздник в Новодвинске концертом популярного певца Сергея Лазарева и красочным фейерверком. В Архангельске стартовал книжный фестиваль «Белый июнь». Как понятно из названия, он планировался еще в начале лета. Но из-за пандемии сдвинулись сроки, и такой заголовок стал неактуальным. Чего, к счастью, нельзя сказать о программе самого литературного праздника. В этом убедилась Наталья Пулина. Книжники всей страны, объединяйтесь. «Белый июнь» необычен не только тем, что проходит в августе, но и концентрации писателей и критиков в одном месте. Всем им не терпится увидеть своих читателей. Одному из первых встретить поклонников повезло Григорию Служителю из Москвы, автору романа «Дни Савелья». Главный герой книги – кот, но жизнь его не так проста. Это все-таки некоторая такая, что называется, химера. То есть в нем есть и некоторая человечность, в нем есть, безусловно, и кошачьи повадки. Но в первую очередь герой книги, как мне кажется, все-таки получился не кот, а именно наша современная жизнь на примере Москвы. Говорят, что «Белый июнь» – первый книжный фестиваль в Архангельске. Правда, истории и фотографии советского журналиста Семена Фридленда помнят ярмарку 1958 года. Организаторы взяли их за основу и вышел современный фест с популярными издательствами, коими являются, например, питерские подписные издания. Привезли всего понемногу. У нас получилась такая сборная солянка. У нас очень много детской литературы. Мы выделили целых два стола под нее. Есть огромное количество литературы про кино. Есть не так много, как хотелось бы, но про архитектуру. Мы привезли «Эсквайр» с Виктором Цоем на обложке. Мне кажется, это сейчас хит, потому что в Петербурге уже все разобрали. Не мудрено, что на празднике книги со всего мира решили наградить лучших из мира литературы Поморской. Книгой 2019 года о русском севере признан труд «Рождение гиганта», о подвиге людей, возводивших архангельский ЦБК. Это тот труд, который увлекает, который вносит какую-то особую атмосферу поисковика, исследовательской деятельности. И, безусловно, я думаю, что мы продолжим эту исследовательскую деятельность, которая в будущем выразится в появлении новых трудов. Все то, что сегодня организовано, это такое яркое событие. И уверен, что оно в памяти останется. И мы договорились о том, что мы сделаем все для того, чтобы этот фестиваль сделать ежегодно. Белый июнь с нами на все выходные. Два дня наполнены презентациями книг, встречами с писателями, книжной ярмаркой, лекциями, дискуссиями и детской программой. Выбрать что-то одно просто невозможно. Ничего нельзя пропустить. Ничего нельзя пропустить. Нужно бросать все сейчас. Я не знаю, с работы убегать, пока начальство не видит. Там из дома и сюда, в Петровский парк. Тут все будет интересно. Наталья Пулина, Ольга Красулина. Регион 29. Таким был этот день. Впереди выходные. Проведите их с пользой. Я благодарю за внимание и прощаюсь с вами. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин